Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро! Доброе утро, друзья! С вами Маргарита Булдакова, инструктор по йоге. Сегодня у нас еще одно прекрасное упражнение, которое заряжает бодростью, которое дает радость на весь день, которое наполняет нас энергией и очень хорошо тренирует нашу сердечную мышцу. Все нагрузки, связанные с ногами, считаются кардионагрузками, потому что хорошо тренируется сердечная мышца. Вот сейчас я вам покажу, как выполнить замечательное упражнение, которое называется лягушечка. Ставим пальцы подальше друг от друга, пяточка к пяточке и садимся на пятки. Колени как можно дальше друг от друга. У нас во время практики пятки не опускаются. Ручки у нас лежат, перед ножками стоят, либо ладошками упираются в пол, либо пальчики у нас упираются в пол. Это все чисто от нашей физиологии, зависит кому как удобно. И в этом положении у нас вес тела на руки. Когда мы делаем выдох, у нас голова всегда смотрит вверх. Когда мы делаем вдох, мы выпрямляем ножки, опускаем голову, поднимаем таз вверх. Со вдохом мы опять поднимаем голову, а с выдохом таз поднимаем вверх. И чем быстрее мы делаем это упражнение, тем его легче выполнять. И давайте все вместе попробуем. Выдох наверху, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Молодцы! Садимся и отдыхаем. Сразу старайтесь не бежать никуда, выполнив это упражнение, потому что у вас сейчас сильно бьется сердце, и вам надо немножко восстановиться. Восстанавливаемся мы благодаря медленному глубокому дыханию. Вдох, у нас животик надувается, грудная клетка расширяется, а выдох мы все вот это напряжение выдыхаем из себя. Это упражнение делается от 10 до 26 раз. Хорошо, если вы доведете его до 108 раз. И тогда, я уверяю вас, вы будете всегда молодыми, красивыми и сексуальными. Спасибо, на новых встреч! У православных людей сейчас идет Великий пост. Это событие очень значимое в жизни каждого верующего человека. Мы решили спросить у священнослужителя значение поста. Что он означает и почему поститься нужно именно 40 дней? Итак, дорогие телезрители, через несколько мгновений мы узнаем много интересного. Пост мы освящен тем, что Моисей, получая заповеди, скрижали на горе Синае, он тоже 40 дней и 40 ночей постился. Сам Господь наш Иисус Христос, когда он был уже после своего крещения и выходя на проповедь, благоествовать людям о пришествии Царствия Божия, сам тоже 40 дней и 40 ночей постился. И таким образом Церковь православная держит для себя пост, как тот момент, который нас приготовляет, очищает нас, именуется пост еще духовной весной. Эта духовная весна совпадает и с астрономической весной, потому что природа пробуждается, природа воскрешает. И мы в дни Великого Поста, отвергну и отряжу все греховные свои привычки, постясь духовно и интересно, мы очищаемся и приготовляем себя для встречи славного Христового Воскресения. Завтрак не только должен присутствовать в вашей жизни, но еще быть сбалансированным. И если вы привыкли завтракать только бутербродом, или, например, только кашей, то это в коре неправильно. Завтрак должен содержать большое количество белка. И обыкновенные куриные яйца нам здесь могут очень помочь, практически просто выручить. И поэтому мы решили рассказать о трех способах варки яиц. Итак, дорогие телезрители, если вы еще не успели позавтракать, то включите в ваш рацион хотя бы одно куриное яйцо. Для начала приготовим яйцо в смятку. Для этого яйцо комнатной температуры кладем в сотейник с подсоленной холодной водой. Доводим воду до кипения и варим его три минуты. Затем перекладываем яйцо в холодную воду и даем остыть одну минуту. Для подачи обжариваем хлеб в тостере и намазываем на него сливочное масло. А готовое яйцо посыпаем молотым перцем. В качестве второго варианта яйцо сварим вкрутую. Для того, чтобы яйцо очищалось элементарно и это занимало не более пяти минут, в нижней части яйца делаем отверстие с помощью булавки либо иголки. Кладем яйцо в кипящую подсоленную воду и варим 10-13 минут в зависимости от интенсивности кипения. Сливаем воду, бьем яйцо несколько раз о бортик кастрюли и перекладываем в ледяную воду. Как только оно остынет, снимаем скорлупу под проточной водой, держа яйцо отверстием вверх. Что может быть вкуснее сваренного вкрутую яйца со щепоткой морской соли и свежими овощами? И, наконец, мы покажем, как сделать настоящее яйцо пашот. Это старинный французский рецепт, который отлично подойдет и для быстрого завтрака, и для изысканного ужина. Для этого ставим нагреваться 1 литр воды. В отдельную мисочку разбиваем яйцо. Чем свежее будут яйца, тем лучше. Не доводя воду до кипения, добавляем 1 столовую ложку белого винного уксуса. Его можно заменить обычным 9%. Начинаем делать воронку, размешивая воду очень интенсивно. Как только образуется глубокая воронка, сразу же в центр выливаем яйцо и варим 2,5-3 минуты. Следим за тем, чтобы вода не закипала, и периодически помешиваем, сохраняя воронку. Как только яйцо будет готово, достаем его с помощью шумовки и подаем с зеленью и французской горчицей. Конечно, соль в нашем рационе должна присутствовать очень дозированно, и каждый человек об этом знает. Однако все мы любим солененькое. И в следующем сюжете мы расскажем о пользе соленой рыбы. Итак, дорогие телезрители, давайте только представим ее вкус. А теперь, ко всему прочему, мы будем знать и о ее пользе. Польза соленой рыбы очевидна. Однако положительного воздействия продукт может наносить вред человеческому здоровью. Диетологи и медики не советуют часто употреблять в пищу соленую рыбу, поскольку продукт может негативно сказаться на человеческом организме. В первую очередь, вред соленой рыбы обусловлен методом производства и составом ингредиентов, используемых при изготовлении продукта. Вред соленой рыбы заключается в содержании большого количества соли в составе продукта. Однако соленая рыба может быть вкусным и полезным блюдом для людей различных возрастов в случае потребления продукта в умеренных количествах. Качество жиров в рыбе и в мясе, оно очень сильно отличается. Дело в том, что рыба является источником полиненасыщенных жирных кислот. Полиненасыщенные жирные кислоты – это незаменимые факторы питания, это то, что организм наш не синтезирует и получает только с продуктами питания. Они нам нужны ежедневно. Развивающие занятия с детьми, что может быть лучше и продуктивно в отношении их знаний, и, конечно, весело для самих детей. Тематические задания для вашего ребенка в следующем сюжете мы расскажем. О таких заданиях очень много, поэтому, дорогие родители, давайте сконцентрируем все внимание и, быть может, сегодня вечером уже попытаемся освоить с нашими детьми нечто новое и интересное. Расскажите ребенку о том, какие бывают водоемы и как разнообразны жители, населяющие их. Для того, чтобы совместить учебный материал с творчеством, мы предлагаем вам сделать мини-океан. И в завершении нашей программы мы расскажем об очень оригинальном кулоне. Делать мы его будем при помощи декоративных перьев. Я думаю, что весна – это прекрасное время для того, чтобы экспериментировать в том числе и с аксессуарами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, на календаре у нас сегодня 30 марта, среда – ровно половина рабочей недели. И, как говорят, среда – это уже маленькая пятница. Поэтому с отличнейшим настроением отправляемся на работу и выполняем свои трудовые обязанности на все 100%. А после нашей программы смотрите «Гороскоп», который точно расскажет, что ждать от дня сегодняшнего. Пожелаю всем отличнейшего настроения, хорошей среды. До скорых встреч. Гороскоп Весьма неблагоприятный день будет 30 марта. Весь день разумом будет владеть эмоциональность. Звезды советуют снизить уровень активности и как можно меньше общаться, иначе не миновать беды. Овен Этот день может стать самым счастливым в вашей жизни. Ваше материальное положение упрочится самым естественным способом. Возможны неожиданные и довольно крупные доходы. На личном поприще все просто прекрасно. Телец Множество мелких и неотложных дел мешает вам сделать правильный выбор. Учитывая ваши прирожденные трудности с выбором, вы сможете решить свои задачи лишь вместе с партнерами, которые вас понимают. Близнецы Вероятно, что принципиальным, целеустремленным близнецам вторая половина дня укажет путь развития бизнеса и даже цель всего года. Только энергетичные и находчивые близнецы могут многого добиться в профессиональной сфере. Рак Этот день благоприятен для активной деятельности, спортивных мероприятий. Раки могут поражать окружающих своей сноровкой, смекалкой и реакцией. Чем активнее вы проведете этот день, тем лучше будете чувствовать себя. Лев Повышенная работоспособность и целеустремленность помогут львам справиться с любыми задачами. Поставьте себе высокие цели, не бойтесь провалов и неудач. Предлагайте свои идеи начальству, ищите партнеров для осуществления новых проектов. Дева Дети-девы могут производить впечатление на окружающих своим умением все запоминать. Но немногие смогут найти с ними общий язык из-за замкнутости ребенка. Вам нужно постараться, чтобы создать хорошие взаимоотношения с ребенком. Потребуется некоторое время, чтобы это произошло. Весы Не исключено, что дела некоторых весов зайдут в тупик, и им покажется, что из создавшегося положения нет выхода. Не лучший момент для подписания документов, заключения сделок, начало переговоров. В любом случае проявите выдержанность и повышенное внимание к деталям. Скорпион Этот день символизирует ложь, обман, кражи. Скорпионы будут разочарованы в ком-то из близкого окружения. Тщательно проверяйте поступающую информацию, чтобы она не оказалась ложной. Стрелец Придумав идею, стрельцы могут активно взяться за дело. Однако многие не найдут мотивации для усердного труда. Настраивайтесь на то, что работа должна приносить деньги, а замыслы всегда реализовываться и приносить значительный успех. Козерог Козероги будут настроены с понедельника начать новую жизнь. Многие будут иметь потребность физической активности. Наиболее эффективными сейчас станут не силовые нагрузки, а упражнения на растяжку и гибкость. Полезно ввести в ежедневный рацион продукты, богатые кальцием. Водолей Не исключено, что водолеем представится отличная возможность поработать с зарубежными коллегами, поехать на стажировку. Многие столкнутся с языковой проблемой. В этот период используйте все возможности для изменения качества своей жизни. Рыбы Этот день может оказаться продуктивным. Вам удастся повысить дисциплину в коллективе, улучшить организацию труда, укрепить свои служебные позиции, в общем, использовать с толком подвернувшиеся возможности. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если будете использовать свою способность свободно ориентироваться в любой социальной ситуации и находить выход из любых затруднений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты уйдешь за собой, дверь закроешь, ты уйдешь от меня, боль не скроешь, по дороге своей от весны к весне. Упадет белый снег, расставанья, только ты обещай на прощанье, быть счастливой в своей сказочной стране. Улетай, улетай, словно птица в небесах, ты свободно кружится, выше солнца и звезд, выше только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить в чудо, вот и все, а теперь улетай, улетай. Где-то там в вышине ты проснешься, нежным облаком снов обернешься, ветер будет тебя на руках качать. Но меня не зови за собою, места нет в небесах, мне с тобою, просто я никогда не умел летать. Улетай, улетай, словно птица в небесах, ты свободно кружится, выше солнца и звезд, выше только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить в чудо, вот и все, а теперь улетай, улетай. Улетай, улетай, словно птица в небесах, ты свободно кружится, выше солнца и звезд, выше только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить в чудо, Вот и всё, а теперь улетай, улетай Улетай, улетай, словно тыца в небесах Свободно кружится выше солнца и звёзд Выше только знай Никогда я тебя не забуду Буду ждать, буду вновь верить чудом Вот и всё, а теперь улетай, улетай Улетай, улетай, словно тыца в небесах Свободно кружится выше солнца и звёзд Выше только знай Выше только знай Никогда я тебя не забуду Никогда я тебя не забуду Выше только знай Теперь улетай, улетай Улетай, улетай, словно тыца в небесах Свободно кружится выше солнца и звёзд Выше только знай Выше только знай Никогда я тебя не забуду Буду ждать, буду вновь верить чудом Вот и всё, а теперь улетай, улетай Улетай Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»